приветствую всех на канале это очередной выпуск безумного инвестора программа в которой мы подводим итоги недели смотрим как изменялись основные инструменты пытаемся спрогнозировать движение их на следующую неделю рассматриваем интересные идеи в акциях а также смотрим за тем как развиваются события в портфеле в рамках которого я тестирую стратегии так на прошлой деле snp закрылся на уровне high в районе 3 834 high он поставил на отметке 3 860 примерно соответственно на прошлой неделе snp рос ну и в принципе все это подтверждает стратегический план который я озвучивал то есть то что у нас ждет еще развитие 5 волны она в принципе сейчас уже развивается и возможно где-то в ближайшее время подойдет концу сейчас попробуем посмотреть на эту ситуацию так это было первого на 2 3 4 и началось развитие 5 где она закончится попробуем предположить чтобы померить минимальный уровень роста по этой волне берем откладываем от максимума 4 волны до минимума квадратик накладываем его на место где был пробой по фигуре 4 волны соответственно по росту у нас получается таргет в районе 3 872 сейчас snp находится на отметке 3 834 ну и соответственно будем смотреть как будет развиваться события этот минимальный уровень по росту уже в зоне достигаемости на самом деле мне кажется что скорее всего snp продолжит рост потому что в большинстве технологических компаний складывается картинка в пользу этого роста вполне возможно именно технологические компании еще смогут затащить snp возможно даже до отметки 4000 пунктов в течение вот этой волны ну и по коррекции я свои предположения не меняю мне кажется что здесь нас ждет снижение в район 3 4 3 200 3 200 это основание 4 волны и в основном коррекции доходят максимально до этих значений соответственно 3 400 3 200 будет хороший уровень загрузки если вдруг на рынке начнется коррекция если посмотреть на nasdaq там в принципе картинка похожая nasdaq также рядом со своим хаем закрылся nasdaq больше зависит от этих технологических компаний и вполне возможно что nasdaq ближайшее время будет расти чуть лучше но здесь же опять стоит обратить внимание на высокий момент он сейчас уже вроде он начинает разгружаться не факт что эта коррекция будет какой-то глубокой я ожидаю все-таки более вероятно развитие движения наверх связано с отчетами технологических компаний которые будут на следующей неделе посмотрим на то как будут отчитываться эти компании евро доллар на прошлой неделе также начал свой рост дорос до отметки 12167 еще возможно снижение к нижней границе вот этого восходящего клина она находится сейчас на отметке 120 но вполне возможно что текущих позиций начался рост и цели по росту этому мы не представляются на отметках 125 127 по моменту на дневках евро доллар уже серьезно разгрузился соответственно в принципе ничто не мешает ему с текущих позиций продолжить свой рост золото на прошлой неделе также росло уперлась в границу сопротивления вот этой фигуры отлилось вниз ну и осталось на важной отметки 1850 долларов такой уровень который притягивает золото в последнее время здесь на на самом деле мне сложно предположить что ждет золото ближайшее время фундаментально вроде как в условиях печатания денег и нулевых процентных ставок золото должно расти но для того чтобы подтвердился рост хотелось бы чтобы золото прошло эту границу сопротивления ниже здесь у нее есть уровень 1770 будем смотреть за важными уровнями на следующей неделе викс находится на уровне 21 запятая 91 пункта соответственно пока что особо ничего в вексе не меняется он все-таки находится довольно высоко с учетом того что s&p находится на своем хая соотношение викс к s&p на прошлой неделе было рекордным и сейчас мне кажется здесь четко прослеживается формирование треугольника будем смотреть куда викс выйдет из этой фигуры если фигура будет пройдена наверх возможно это будет сигналом к началу коррекции на рынке bitcoin на прошлой неделе нашел поддержку на отметке 28 800 соответственно здесь вполне прослеживается abc коррекция которая могла уже закончится и bitcoin перешел к росту здесь важным уровнем будет 37000 хотелось бы увидеть чтобы bitcoin закрепился выше в этом случае конечно буду надеяться на продолжение роста у джипи морган таргет 140 тысяч долларов по биткоину соответственно будем смотреть за развитием событий не исключаю что он может откорректироваться до 24 но сейчас снижение к 16 уже кажется маловероятным переходим к технологическим компаниям amazon на прошлой неделе вырос аж на 100 200 долларов конечно немного обидно что я эту позицию закрыла в росте не поучаствовал сейчас он ушел чуть ниже границы сопротивления будем смотреть подтвердится ли пробой в том случае если он подтвердится вполне можно входить в amazon и цели по нему 4000 долларов у amazon в течение вот этой все четвертой волны было очень много позитивных новостей которые практически никак не отыгрывались соответственно amazon может еще показать хорошую динамику apple на прошлой неделе выглядел очень сильно закрылся на новом хай доходил до 140 долларов мне кажется apple вполне может дорасти до 150 долларов до своего отчета который будет в среду аналитики ожидают рекордную выручку поэтому apple мне в принципе нравится прямо сейчас microsoft также преодолел свое сопротивление вышел за границу этой фигуры по microsoft то также может нас ждать хороший рост в пределах 30 50 долларов в течение вот этой волны который сейчас разворачивается facebook я покупал на прошлой неделе по 250 долларов здесь был хороший моментум для входа сейчас он дорос до границы сопротивления которая ранее была поддержкой будем смотреть за уровень 280 290 если фейсбуках преодолеет то также он может вырасти до отметок 330 350 google на прошлой неделе также вышел за границы вот этой плоской коррекции google мне кажется также может расти и цель примерно 2000 долларов вполне достижимо стоит оговориться что по этим компаниям по гуглу фейсбуку идет сейчас антимонопольное расследование возможно это ждет apple и amazon и это конечно главные факторы которые могут обрушить котировки ничего другое не мешает этим компаниям расти потому что фундаментально бизнес у них превосходный то же самое касается nvidia у nvidia бизнес отличный она начала наконец-то расти также от границ поддержки сейчас 548 долларов важный уровень 590 если nvidia сможет преодолеть я думаю еще долларов 100 сверху она сможет прибавить то есть где-то в районе 700 с чем-то долларов она может показать на волне вот этого роста посмотрел и проанализировал какие покупки делал арк инвест на прошлой неделе отобрал несколько компаний о которых хотел бы вам рассказать первое это exact science corporation компания биотехнологическая занимается лечением рака видно вот объемы которые заходили от как раз арк и здесь на мой взгляд еще есть место для роста здесь видна голова и плечи в лунг цель по этой фигуре находится на отметке 170 долларов поэтому если вас интересует возможность заработать 20 долларов в ближайшее время я думаю эту акцию стоит рассмотреть и если посмотреть на нее в гуру фокуса гуру фокус прогнозируют очень неплохое развитие в этой компании обратите внимание следующая компания которая также покупает акс арк капитал и также рекомендовал я на своем канале это регенерал фарма сетиклс здесь похоже все таки уже произошел разворот да он сейчас подошел к важному уровню 540 пока что немного корректируется возможно сходит на 511 но я думаю что здесь здесь уже начинается новая волна роста поэтому в принципе регенерал я буду держать и он подходит к верхней границе канала о том что коррекция закончилась можно будет с уверенностью сказать когда он ее преодолеет она сейчас находится на отметке 550 долларов еще одна компания которая покупает арк это тайвань семикондактор manufacturing tsmc tsmc находится на своем хайе покупать покупать его прямо сейчас или нет решать вам на самом деле рынок семикондакторов выглядит очень привлекательно так как спрос будет превышать предложение tsmc является такой площадкой производственные у него размещают заказы многие производители на этом рынке единственный конечно риск связан с этой компании это давление из китая в том случае если китайцы попробуют каким-то образом забрать тайвань себе ну конечно сша будет противодействовать но тем не менее вот единственная проблема которая связана с этой компанией это как раз какие-то действия враждебные которые может проявить китай пока что в это мало верится но они находятся так близко и в принципе китай считает их своей частью а сша активно сейчас прикрывает кислород китаю возможно эти действия как раз и заставит подумать китай о том чтобы аннексировать тайвань вместе с ним тайвань семикондакторс у них есть небольшой завод в сша они устроят но основные мощности находятся ими в тайване и мне кажется в принципе это очень интересная компания конечно фундаментально она должна расти но учитывайте вот эти риски еще одна покупка арк на прошлой неделе это паркар инкорпорта это компания которая делает беспилотные грузовики соответственно если не посмотреть она довольно долго торговалась в канале с 2011 года сейчас она верхнюю границу преодолела и цель по этому росту находится на отметке приблизительно 120 долларов она может сходить протестировать еще раз границу канала но мне кажется скорее всего рост продолжится и в принципе если вы доверяете выбору арк инвест обратите на эту компанию внимание следующая компания которую также начал покупать арк инвест и я про нее неоднократно говорил кратас defense and security solutions компания которая делает боевые дроны здесь идея была голова и плечи в лонг с целью 36 долларов я часть позиции на прошлой неделе зафиксировал и вот с удивлением узнал что арк тоже начал покупать эту компанию соответственно думаю что рост до 36 продолжится еще одна компания которую покупает арк ионис фарма сьютиклс биотехнологическая компания она на прошлой неделе преодолела сопротивление на отметке 60 долларов сделали тест и соответственно скорее всего пойдет на рост учитывая то что она стала объектом покупок арка я думаю на нее обратят внимание другие инвесторы цель здесь верхняя граница канала где-то 90 долларов она сейчас находится компанию которую не покупал арк и либо я просто не заметил возможно также они ее покупали но я ее купил это джуми а технологии это африканский amazon я его покупал по 48 долларов здесь была красивая картинка и выросла она за один день уже на 10 процентов мне кажется что цель по росту здесь находится примерно в районе 100 долларов обратите внимание видно что сейчас она является объектом внимания у инвесторов наверное самые важные события на следующей неделе произойдет в области отчетности американских компаний во вторник мы будем смотреть за отчетами microsoft johnson & johnson verizon text instruments амд рейте он 3м general electric locket martin кстати говоря рекомендую обратить на нее внимание мне кажется она сейчас находится на очень хороших точках для входа в эту компанию компания пока про который я только что рассказал также будет отчитываться во вторник а в среду мы ожидаем отчеты apple tesla facebook эти нти и бутыл лабораторис boeing также очень много важных компаний отчитывается четверг будет визой mastercard по визе у меня есть идея посмотрите я озвучил своих видео неоднократно там может быть хорошая волна роста если она преодолеет важное сопротивление будем смотреть за тем что произойдет на отчете skywalk solutions также у меня есть эта компания буду смотреть как они отчитаются и в пятницу будет отчитываться или лили шеврон и ханнивэлл на прошлой неделе у меня было очень много идей в компаниях с маленькой капитализации все они очень неплохо выстрелили я не буду снова озвучивать если вам интересно посмотреть предыдущие видео если посмотреть на недельный перформанс по основным акциям из s&p видно что рынок тащат основные технологические компании microsoft apple google facebook amazon все остальные в принципе умеренно рядом с нулем либо снижаются основное снижение показал банковский сектор и также сектор нефтегазовый связано с тем что новые локдауны снижают цену нефти ну и соответственно давят на котировки этих компаний заключение переходим к портфелю в рамках которого я тестирую стратегию общая прибыль 3568 долларов за прошлой неделе портфель прибавил примерно 160 долларов я уже совершил две покупки к сожалению первые первая запись не записалась поэтому вам придется поверить мне на слово на прошлой неделе по инструментам и тф на и сын пи подрос на 188 процента и тф на золото прибавил 16 процента и тф на длинные облигации не изменился соответственно сегодня я продал на 2000 долларов и тф на с н пи и купил на 2000 долларов и тф на длинные облигации на данный момент портфель выглядит следующим образом 51 процент и тф на длинные облигации 28% ETF на золото и 21% ETF на S&P Таким образом портфель принимает защитные очертания Вот в принципе на этом все Хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает развитие канала Пишет комментарии, ставит лайки На самом деле у нас уже больше 600 И я ожидаю, что в ближайшее время на канал придет уже больше 1000 подписчиков И тогда я обязательно сделаю телеграм в канал В котором буду выкладывать какие-то более оперативные свои соображения по рынку Очень приятно то, что в комментариях преобладают позитивные какие-то эмоции И в принципе конструктивный диалог Я когда открывал YouTube канал на самом деле ожидал гораздо больше какого-то неадеквата и хейтерства в комментариях Пока что на самом деле очень радует то комьюнити, которое образуется на этом канале Очень надеюсь, что эта тенденция сохранится Поэтому еще раз всем спасибо и до встречи в следующих видео на этом канале Продолжение следует... Продолжение следует...